Приветствую вас. Давайте разберем ваш запрос. Ситуация, которую вы описываете, она достаточно непросто. Потому что нам с вами, Валерий, нужно прийти к некому пониманию причины следственных связей, к пониманию того, как то, что происходит между вами, вообще говоря, возможно, почему это происходит и что с этим дальше делать. Понимаете, вот один из ключевых моментов, которые вы описываете, заключается в том, что еще до того, как вот эта вот ситуация произошла с вашей ссорой еще до этого момента, вы уже ссорились с человеком. Вы уже ссорились с, ну, своим мужчиной. То есть у вас уже были конфликты. Правда, конфликты были, может быть, по какому-то другому поводу. Но системно они были. То есть системно вы ссорились. А ссора практически всегда, нет, всегда означает, что люди боятся близости, как интимной, так и физической. Как интимной, так и духовной. Простите. Как интимной, так и духовной близости. Боятся люди. И очень важно, чтобы вы изучили психологическую игру «Скандал», чтобы вы ее поисследовали, чтобы вы увидели себя в ней. И чтобы вы как-то вот научились регулировать это. Это первое. Первый и важный момент. Второе. Есть ощущение, что вы в себе крайне не уверены. Боитесь, что молодой человек вас бросит. И, что важнее, обесцениваете себя. Вы себя обесцениваете, когда говорите, что не хотите навязываться. Понимаете, сама идея, сама концепция навязчивости возникает из того, что человек не делится чем-то с другим человеком. А закидывает как бы удочку, чтобы что-то для себя получить. Вот и вы, общаясь с молодым человеком, нацелены на получение от него внимания, там, любви, ласки, нежности. На это вы нацелены. И на отсутствие этого вы болезненно реагируете. И в отношениях вы, вероятно, для этого уже. Отсюда и страх близости. Я ему что-то дам, а вдруг он ко мне отнесется плохо. Я не умею давать просто так. Я не умею понимать, что я могу дать, а что нет. Я не удовлетворена. Я завису от молодого человека. Поэтому очень важным моментом является то, что вы считаете, что навязываетесь, когда что-то ему пишете. И вам мало общения с ним. Причем, что не писали нам всего лишь два дня. И вы уже начали вот как бы думать, что человек там с вами чего-то не хочет. Вы уже начали думать, что человек на вас все равно и всякое такое. То есть это вот глобальное в данном случае обесценивание себя. Ну и, соответственно, как результат, как следствие, попытка через отношения для себя уже что-то получить. Давайте разберем ваш текст, чтобы вы более полно понимали, так сказать, на примере. Итак, подскажите, пожалуйста, как понять. Я предложу, как понять, но знаю ли я ему, есть ли чувства, или он просто меня использует в своих целях, держит про себя. Что здесь? Недоверие. То есть невозможность положиться на свои чувства. Попытка понять другого человека, потому что, опять же, вы не полагаетесь на свои чувства. Вам нужно понять другого человека, чтобы другой человек определил вас. Определил вашу реальность. Соответственно, вы находитесь в подвеченном и тревожном состоянии. Потому что от молодого человека зависит то, как вы будете себя чувствовать. На себя вы не полагаетесь. То, что вы чувствуете, не важно. Вы не знаете, может быть, даже, что вы чувствуете. А если и, ну, как я думаю, если вы и знаете, что вы чувствуете, то знаете, вот только вот самую-самую поверхность того, что вы чувствуете. Потому что более глубоко вы не копаете. Вот. Дальше. Парень не пишет после ссоры. Ну, смотрите. Скандал ссоры Вами, как бы, используется несколько раз. То есть, вот сейчас последний конфликт. До этого несколько конфликтов было. Ну, какие-то конфликты были. Вот. И это то, что делает молодой человек по отношению к вам. Вы выносите ссоры, как бы, за скобки. То есть, ссоритесь. Вы говорите, что после ссоры, типа, мы поссорились. Молодой человек говорит, что, вот, ты себя ведешь там, как-то не так, поэтому мы ссоримся. То есть, это, по сути, вот, выведение ссоры, как факта, как манера общения, как обстоятельства, за скобки ваших отношений. Хотя, это, в принципе, невозможно, потому что ссора – это неотъемлемая часть вашего взаимодействия. Да, болезненная, но она вследствие определенных ваших проблем. Каждого из вас. И, в первую очередь, вам необходимо увидеть, какую вы вносите лепту в скандалы с молодым человеком, скандалы с молодым человеком, конфликты с молодым человеком. Вот, увидеть свою ответственность, взять ее на себя и, возможно, перестать вкладывать. То есть, перестать выносить свою лепту, свой вклад в конфликт. Тогда конфликта не будет, но и то, что мотивирует вас вступать в скандал сейчас, вы сможете решить самостоятельно. Сейчас вам для этого нужен молодой человек, ну, вам нужно с ним поссориться, чтобы решить то, что вас мотивирует скандал. А тогда, кроме мы, кроме вас, никого больше не будет. Никто не решит вашу проблему, ту самую, за которой вы ссоритесь. Молодой человек, в том числе. Вы останетесь наедине со своей проблемой. Нет, не наедине с психологом, если решите работать. Или с людьми, но при этом не перекладывая на них ответственность. А про вся поддержка, сочувствие, ни в коем случае не жалости к себе. Чтобы вам было, может быть, легче, как бы, разбираться с проблемой, понимать себя. Понимать, что нужно скорректировать, что нужно изменить, что нужно сделать. Понимаете? Вот. То есть, скандал, это вот такой достаточно непростой момент, да, который вам используется, ну, как бы, понятно, на таком достаточно бытовом уровне, но, тем не менее. Сейчас я вам, вот, надеюсь, смог объяснить. Дальше, я просто не хочу больше общаться, продолжать отношения, не дорожить, ну и т.д. Ну, дальше вы пишите или, ему просто нанесает гордость и он ждет, что я напишу первое. Валерий, ну, вы знаете, как бы, это ваш молодой человек, мы не можем узнать, чего он хочет и, честно говоря, даже если бы знали, то мне бы, наверное, не хотелось вам давать какие-то вот советы по данному вопросу. Потому что мне кажется, что очень важно, чтобы вы научились доверять себе, очень важно, чтобы вы научились верить себе, очень важно, чтобы вы научились полагаться на себя, на свои чувства. Вот. Очень важно, чтобы вы научились опираться на свои чувства, чтобы вы научились, как вам сказать, доверять себе. Вот. Чтобы вы научились доверять себе, чтобы никто-то определял вашу, ну, грубо говоря, вашу модель поведения, да, а вы, вы сами. Дальше. Ну, и, значит, вот то, что вы говорите, да, по поводу того, что вот молодой человек не хочет с вами общаться там и так далее, вот это больше, знаете, похоже на, ну, как бы, эм... на перенос, эм... на перенос, эм... на перенос, эм... 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 как бы, своих, своих, ну, своей собственной неуверенности в эм... в эм... в себе, да. эм... вот... на... эм... ну, в целом, в целом, в целом, в целом на эту ситуацию, вот, эм... эм... которую, вот, эм... ну, вы описываете. То есть, эм... вы, изначально, вы, изначально вы сами, эм... эм... в себе, в себе неуверенно, эм... 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 и... любое действие молодого числа человека, вы, эм... вы вполне, ну, способны, эм... эм... интерпретировать, вот, таким образом. вот. эм... 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 и, собственно говоря, эм... все. То есть, эм... дело все, эм... в этом, в принципе. вот. эм... 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 идея здесь заключается, как раз, в том, чтобы... эм... помочь, эм... 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 с этой историей разобраться. Вот. Идея, как раз таки, заключается, в том, чтобы, помочь вам, эм... 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 операться на себя. Дальше. эм... эм... Поссорились с парнем, потому что мне стало казаться, что он стал меньше уделять мне внимания, меньше писать, называть встретиться, стал более холодным. Ну вот, это как раз таки вот то, о чём я говорю, что вы перекладываете ответственность за свои собственные страхи на мужчину. Это как раз таки вот тот самый момент, который я на, который я почти пытался обратить ваше внимание. Вот. То есть это попытка переложить ответственность за то, что происходит с вами на мужчину. То есть вы чувствуете себя не очень хорошо в данном случае. То есть вы боитесь, что, грубо говоря, что вас там бросат, например, да, и, ну вот, что не хотят с вами общаться и так далее, и так далее, и так далее, и вы этого всего боитесь. Вы этого всего боитесь. Вы этого всего опасаетесь. Ну вот. Ну, ответственно, за это молодой человек. Собственно, вы, вы, грубо говоря, вот требуете от него, чтобы он, чтобы он, чтобы молодой человек как раз что-то сделал, вот, чтобы избавил, избавил вас, чтобы помог вам, вот. Дальше. Значит, подобные ссоры были раньше, но он всегда все отрицает, говорит, что я выдумываю, накручивает это. Ну, а платье, тут очень важно, очень важный момент, момент есть. Дело в том, что с одной стороны вы не накручиваете с одной стороны, то есть с одной стороны вы на самом деле чувствуете угрозу, вот. Но момент заключается в том, понимаете ли вы, что это за угроза. отдаётесь ли вы себе отсчёт в том, что именно вы чувствуете, что именно вы ощущаете. Понимаете? Что именно вы, ну, что именно вы, что именно вы видите перед собой, какую именно угрозу вы чувствуете. Вот. Вот это очень важная история. Дальше. Эм, я спросила, значит ли это, да, которая привела в то, что не писала мне вообще два дня, хотя раньше такого не было, только, ну, когда мы были в ссоры. Ну, здесь момент в том, что чем больше вы давите на человека, тем меньше ему, тем меньше ему хочется вам писать. Поэтому, тут как бы, опять же, всё вполне логично, всё вполне нормально. Вот. То есть, чем больше вы пытаетесь, ну, человек, там, чего-то добиться, тем меньше вы для него привлекательны, к сожалению. Вот. Это, да, очень, ну, такая неприятная история, но это, это правда, к сожалению. Вот. Дальше идём. Значит, вы пишете, эм, так, эм, не писал мне два дня. То есть, почему тот факт, что он не писал вам два дня, вызвал у вас вот, эм, ну, такую реакцию. То есть, почему вы так отреагировали? Ну, так болезненно вы отреагировали на то, что молодой человек не писал вам два дня. Вот это, ну, мягко-мягко говоря, не такой большой срок. Да? Вот. Вот. Но вы, тем не менее, отреагировали достаточно бурно на эвакуастры за дело. Я спросил им, есть кто-то, что он не хочет общаться. Ну, опять же, здесь ваши собственные страхи. Играет очень мощную и сильную роль, вот, то есть речь идет о том, что вы все время как бы с этим, вы все время как бы с этим. Вы все время об этом думаете, ну, или часто достаточно об этом думаете, вот, и вот малейшее, ну, малейшее какое-то вот действие, да, малейшее обстоятельство, вы его интерпретируете, как раз таки вот пользу, ну, данной проблематики. Так, он говорит, что ты сказал, что не писал, потому что просто так бывает, и нигде не о чем писать. Я сказал, что мне мало такого общения, которое нет сейчас, когда мы мало общаемся и видим, но он сказал, что сейчас вообще редко с этим видим, и поэтому как бы не звал. Ну вот, смотрите, значит, в чем здесь суть? А суть в том, что вам мало общения. То есть, вы конкретно, прямо говорит, что вам мало общения, что вам его, там, не знаю, что вам его не хватает, грубо говоря. Да. Вот. Вот. Ну и. Вопрос у меня к вам. А как получается, что вам этого общения не хватало? Как так выходит? Вот. А, ну, в чем вот, проявляется то, что вам не хватает общения? Все. Это очень важно. Важно то, понимаете ли вы, что это значит? Понимаете ли вы, что ответственно за то, что вам мало общения лежит на вас, а не на мужчин. Я не знаю, так ли это или просто отговорки, мне его поведение кажется странным. Ну, здесь вы демонстрируете недоверие. Здесь вы демонстрируете недоверие. То есть, вот, ну, вы, ну, вы не доверяете человеку, как бы. Вот. В этом, собственно, трудность основна, что нет, нет доверия. А, не доверяете вы, потому что не доверяете сам себе. Тут все, в принципе, достаточно очевидно. Вот. А, дальше. Так, я не знаю, так ли это рассказал, я всегда вижу то, чего нет, а за это мы ссоримся. Я не стал продолжать диалог, мне кажется, что я навязываюсь. Ну, про навязываться я вам уже говорил. Я этого не хочу, так как мы общаемся еще две недели. Я не знаю, права ли я. Нет, вы не правы, но и мужчина, в принципе, он тоже не прав. То есть, тут, на самом деле, не правы вы оба. Вот. В... В... А... В какой-то степени, в самом деле, правых, правых здесь, в принципе, ну, быть не может. Вот правых здесь, ну, вообще быть не может. А... 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 Потому что... В человеческих отношениях... А... А... Правота, она... А... Ам... А... О... Ее не существует... В... Человеческих... Отношениях. Вот... К... Ну, не знаю. К сожалению. Или... К счастью. А... Вот... Дальше... Он говорит, что я выношу ему мозг и плохо себя веду. Я не знаю, так ли это или же дело в нём. И власти в нём, в обоих. Не знаю, все это не написать просто, не хочу делать никому. Можно брать время, продолжать общение, если нет смысла. Ну, мне кажется, вы немножко не тот критерий выбрана. Я имею в виду не тот критерий того писать или не писать. Ну, писать или не писать, не понимаете. Потому что вы человеку пишите, если вам хочется писать. И напротив, вы человеку не пишите, если вам не хочется, не хочется ему писать. Но вы пишите человеку в том случае, если вам есть чем поделиться с ним. И вы не пишите человеку, если вам нечем поделиться с ним. Если вам не хочется с ним чем-то делиться. Вот, если вы сегодня человека ждёте, то да, наверное в таком случае, на самом деле, писать ничего не нужно, вот, в таком случае, потому что ничего хорошего из этого не получится, в таком случае. Связано это с тем, что, ну, ваши определённые ожидания могут не оправдаться, вот, и вы можете страдать, вот, и если вы будете страдать, то, ну, типа, вы будете вести себя не совсем естественно. Вот, в общине с, ну, в общине с, ну, с молодым человеком, с мужчиной, вот, а это неприемлемо. Вот, для, опять же, серьёзных взаимодействий. Вот, поэтому, так важно, чтобы вы за свои эмоции, за свои чувства отвечали как раз таки самым. И только сам, чтобы никто больше за это не отвечал. Дальше. Как понятно, знаю ли я ему, есть ли чувства или просто меня используют в своих целях для разбудки. Это ваши страхи, Валера. Это ваши страхи быть брошенной. Это ваши страхи оставься одной. Это ваши потребности, может быть, в любви, может быть, чем-то ещё. Это ваши неуверенность за нежная самооценка и потребность, ответственность за которые вы предлагаете на парня, автоматически становясь от него зависимым. А если вы становитесь зависимым от парня, то, естественно, вы перестаёте быть на него интересным. То есть это вот, ну, такая вполне себе нормальная и такая вполне себе естественная история, вот. Которая имеет под собой, ну, вполне такое адекватное, я бы сказал, обоснование. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что он помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!